Hello, my darling, welcome to paradise. Добро пожаловать на мой YouTube-канал Флорист Пофигист. Меня зовут Владимир Симонов, а вот и все. Так, мы с вами сегодня будем собирать шляпную коробку. Здесь вверху оставлю где-то ссылочку, где мы собирали с вами подробненько, разбирали, как мы монтируем оазис, чем набиваем коробку, как крепим оазис и так далее и тому подобное. В общем говоря, все подробненько. А здесь мы просто соберем с вами коробку, распределим материальчик и сделаем с вами такую вот красоточку в такой вот пудровой коробке. Давайте сразу же поставим крупный элемент. В центр мы не ставим, смещаем от центра, чтобы у нас композиция выглядела интереснее и естественнее, натуральнее. Давайте зеленью сразу же зададим ее форму и размеры. Определились, да, какой формы у нас будет композиция. И все, с помощью зелени задаем форму вашей будущей композиции, вашей будущей работе. Допустим, я предполагаю, что это будет у меня вот такая немножко асимметричная, немножко она раскидистая, да, не сильно. И вот, в общем-то, я задаю зеленью ее будущую форму. Чтобы уже не отвлекаться на это, не думать об этом, да, мы задаем форму и дальше просто заполняем материалом по всем тем принципам, которые я говорил до этого в предыдущем видео, которое выше расположено. Ну вот, кстати, если, когда я собираю букеты, да, я часто пользуюсь секатором. А вот когда я собираю композиции, я вообще не могу секатором резать. Ну, понятное дело, если это какие-то древесные стебли, то я и секатором пользуюсь. А вот если это какие-то розы, да, хоризонтемы, то секатором вообще неудобно пользоваться, на мой взгляд, потому что, ну, он все равно, так или иначе, да, он немножко, как бы, жмет, жмет стебли, и они не так плавно входят в оазис, да. А вот когда ножом срезаешь, прям очень такой гладенький срез получается, и не разбивая оазис, встает качественно цветок в него. Сейчас у нас с вами нет необходимости прям зеленью заполнить полностью, да, нашу работу в оазис. У нас с вами есть задача, ну, как я уже сказал до этого, сделать форму, да, будущей нашей работы. Ну, и плюс тоже смотрим, мы же оставили специально у нас повыше оазис, да, смотрим, чтобы у нас сразу же коробка срослась с композицией, чтобы отдельно не смотрелось. То есть делаем, делаем своевременно форму натикания, может быть, вы, конечно, и после сможете где-то добавить что-то, ну, почему бы не сделать это сразу, да, чтобы у нас раз, и коробка вот так вот срослась, да, с упаковки, с композицией. Все, вот у нас форма уже более или менее понятна. Сейчас вот сюда добавлю одну витку, и все, вот такая вот она будет у нас шириной. Видите, как все просто, да, уже понятно, все, на форму мы больше не отвлекаемся. А иначе нам бы приходилось бы, если бы мы начали распределять сначала цветы, нам бы приходилось бы отслеживать, чтобы соблюсти ту форму, которую мы хотели бы сделать, да. То есть, ну, все равно, как бы, внимание, получается, должно рассеиваться и на распределение материала, и на форму композиции, да, здесь уже все. Одну задачу выполнили, приступаем к следующей, да, к распределению материала. Удобненько? Удобненько. Правильный ответ. Примеряем, можете парочку раз, примерить один раз, если достаточно, да. Да, 7 раз померь, один раз отрежь, фарш невозможно провернуть назад, да, если отрежете сильно коротко, то все, придет вставить в другое местечко уже цветок. Вот, ну и следим за тем, чтобы у нас заканчивалась композиция какими-то активными формами роста, да, может быть, активной формой роста с разворотом, но не пассивными, да, не круглыми формами, да, не квадратными. То есть вот какими-то такими стремящимися вверх, чтобы у нас в перспективу было продолжение, да, как бы перспективное продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами не забываем группировать цветы, но при этом и... Если цветы у нас группами, да, стоят, при этом не забываем и о разновысотности, да, разноуровневости цветов. У нас должен быть такой сложный ритм, он не то чтобы должен быть обязан, но по крайней мере сложный ритм, он выглядит поинтереснее, да, ну как бы сложный. Сложный, сложный всегда интереснее, да, выглядит, чем легкое, чем простое. В нашем случае простое это что означает? В нашем случае означает это что, допустим, простой ритм или... Простой ритм это когда у вас распределение, да, равномерное, и у вас вот один цветок через одинаковое расстояние второй, такое же расстояние третий, такое же расстояние четвертый и так далее. Вот у вас получается такой простой ритм, да. Соответственно, что глаз, глаз уже сразу же определил, да, между ними, между всеми одинаковое расстояние. Глаз уже определил эту вот простоту в ритме, да, глаз зрителя я имею в виду. Вот, ну то есть прочитал и все, да, то же самое. Если еще помимо этого вы ставите цветы и на одной высоте с разновысотностью не работаете, да, то еще проще, да, глаз зрителя сразу же читает эту поверхность, сразу же читает простой ритм, и все, и этот объект уже прочитан, собственно говоря. Ну а чего на нем еще останавливаться, да, когда он уже прочитан? А вот когда у вас как раз происходит какая-то история, происходит какая-то такая вот история в вашей работе, история в вашем букете или в композиции, то глаз зрителя, соответственно, хочется ему рассматривать, да, что там находится в глубине, да, когда появляется из-за работы с разновысотностью, да, появляется глубина композиции, да, из-за разных расстояний появляется напряжение, да, когда вокруг крупных значимых объектов есть пространство, да, появляется напряжение в композиции. И, соответственно, такая работа, она становится более интересной для рассматривания, да, то есть хочется заглянуть, что происходит там за этим цветочком, а под этим, а что там прикрывает этот листик, да, то есть работа получается у нас более живой такой, более естественной, более природной, и поэтому хочется ее разглядывать, хочется ее читать. Вот, Маша, я хотел у тебя узнать, задавалась ли ты вопросом о черном квадрате Малевича? Вот, казалось бы, такая, как бы, ну, простая форма, да, но почему она такая притягательная? Как считаешь? Типа среди реализма появился вот такой вот экспрессионизм, да, когда каждый из зрителей может себе в голове нарисовать что угодно, да. Эти художники организовали такие вот выставки, тем самым они очень сильно нашумели, и вот так вот произошло. Ну, сколько я понимаю, это правда давно все. Давно это все со мной было. Не, ну, интересно, правда. Расскажите, кто что думает вот про черный квадрат Малевича? Кто считает, типа, это черный, да это бред какой-то, это как современное искусство, когда рисуют какушками, ну, это совсем-то, знаете, ну вот. Кстати, между прочим, я вот, я не считаю, кстати, и такое искусство там рисования какушками. Расскажите про квадрат Малевича, кто что думает. Это же не просто каляка-маляка, это была какая-то, какая-то была в этом история, да, какая-то судьба была, то есть почему? Типа человек или, возможно, конечно, об этом можно долго рассуждать, возможно, человек вообще просто, господин Малевич, просто решил, типа, сейчас я всех удивлю просто, и херак нарисовал этот самый известный всем квадрат этот черный, да, 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 пускай теперь голову ломает, что я имел в виду, а я ничего не имел в виду, вот так вот, может быть, он сделал, да и все, да, вот, ну, что-то я сомневаюсь, что в этом глубины нет какой-то, короче, ладно, я просто про форму тут говорил, про сложность форм, про то, что интересно читать плоскости, хотя с другой стороны, вот видите, всему свое время и всему своя какая-то вот история, да, то есть, ну, вот она простая, как бы, казалось бы, форма, и сколько внимания она к себе привлекла, да, сколько она привлекла к себе разного рода суждений, да. Так, все, ладно, что-то я далеко куда-то, это пошел в ту сферу, в которой я не это, не сведущ, да, вот, в которой я не разбираюсь, ну, просто мне интересно в этом разобраться, поэтому я, как бы, и вот пошел, надо подготовиться сначала. Так, тем временем, а тем временем мы с вами доделываем нашу композицию. Вполне себе здесь уже наполнение у нас, вот здесь вот спереди, мне, правда, хочется побрить ее немножко. Вот эти вот, видите, вот эти вот бороды, ну, немного вот зелени эту сильно активную подуспокоить. А то она здесь тоже в композиции прям такая, я, я, это про меня, это композиция. Сейчас. А не тут-то было. Все, убрали. Так, такая борода у нас симпатичная получилась, кстати, мне нравится такая. Вперед, выдающаяся. Такой подбородок волевой. Да, смотри, какой волевой подбородок у композиции, Маш. А как у меня прям. Я вот, кстати, добавил немножко подбородка, не знаю, как думаете, мне еще добавить сюда? Кто-то мне писал это, что главное, чтобы я в этого, в Майкла Джексон не превратился. Как думаете, добавить еще вот сюда вот чуть-чуть? Чтобы он такой был более... Если посмотрите предыдущее видео, да, у меня вот здесь вот залом был. И такой он немножко вот такой вот. Ну, по-это, покруглее был. А сейчас он вот поострее немного. Но я вот думаю, еще вот так вот его. Раз. Еще сделать немножко поострее. Вот. Совершенствия нет предела. Просто развлекайся, кто как хочет. Сейчас столько для этого всего есть. Главное, чтобы денег на это не жалко было. Да, Маш? Это больше. Или хватало. Или хотя бы хватало. Но пока, слава богу, хватает. Почему бы и нет? Вот у меня сегодня я еще все до сих пор в синяках весь. Или я там не сильно уже? Да нет, еще в синяках. Ну вот. Ну вот это вот все. Типа это вот эти вот мои тоже от лазера. Как они? Пигментные пятна. Они, короче, вот так вот чернеют, а потом они как коркой выходят и отваливаются. Будем ждать, когда отвалятся уже. Мои пигментные пятна. Я иногда захожу, смотрю фотографии. Ну не то, что захожу, смотрю, там ностальгирую. Я не так давно вот чистил просто ноутбук свой, да. Память там заканчиваться стала. И смотрю. Там у меня вот старые фотографии из Москвы. Я думаю, господи, боже мой. И при том, что я был так молод, на что это было похоже? Ну это не просто, это не то, что я в кокетство какое-то или еще что-то. Объективно, объективно. Ну просто я понимаю, что как мы там работали, во-первых, у Юли шокировая, да, декором занимались. Как мы работали с утками. Вот, но помимо всего, ну и какой образ жизни, и все, и все это на лице. Вселенская печаль. Вот, как бы ты там не улыбался, как бы чего. Плюс еще кривые зубы, а сейчас они у меня прямые почти что. Вот, плюс качество кожи, все эти поры, все это, все это, все это. Это какой-то кошмар просто. И я это просто взял на себя. Я такое, принял решение, короче говоря, то, что нет, мне такие фотографии не надобно. Это я, конечно, я это принимаю, все окей, все хорошо, но фотографии такие я хранить не хочу у себя. Вот, и я все это раз и ликвидировал. Там есть несколько, конечно, симпатичных таких фотографий, просто веселых, из каких-нибудь поездок, там, да, которые рука не поднимается. Вот, ну и я там причем выгляжу не так уж и плохо. А какие-то, ну, из Грозного, кстати, я поудалял фотографии. Мы летали в Грозный, тоже там делали декор. Вот, оттуда я поудалял, там прям страшненькие, страшненькие фотографии. Ничего, видите, слетал в Грозный, назад вернулся, все хорошо. Кто там говорит, что там все плохо. Очень красивый город Грозный, конечно. Ну, как? Это я сейчас для того, чтобы меня не заставили нигде извиняться. Не, ну тогда, я не знаю, как он сейчас выглядит, тогда он только начинал отстраиваться, скажем так, да, вот эти вот высокие дома там уже появляться стали, иллюминация на этих домах. Конечно, все это выглядело немного после Москва-Сити, все это выглядело немножко, ну, как бы, бутафорно, да, вот бутафорно. Но все равно, извините, после того, что было, да, как бы, как бы, это сильно. Много чего там бутафорно выглядит, ну, выглядело, я не знаю, сейчас, может быть, там все поменялось. А так мне понравился город. Выходил я из гостиницы, гулял себе вечерком спокойненько один, вот, и я не чувствовал там какой-то опасности, там, или еще там что-то такое. Я согласен, может быть, это, может, могло бы быть все и по-другому, но, ну, как бы, я про свой личный опыт говорю, да, я уж не знаю, как там на самом деле, чего и как может быть с другими людьми. Ладно, тоже куда-то не туда я полез уже. А то придут за мной 1-го числа в 6 часов утра под белорученьки. Пойдем-ка, полетели, слетаем-ка в гости. Так, ну все, композиция наша готова. Готова. Вот, как бы, такая вся плотненькая, и вот это вот торчит так сильно. Странно, да? Или хотелось бы вот сюда еще какую-то рогатинку. Все, ладно, ничего не хочется мне. Так, подклеиваем тишью. Это, между прочим, такое, знаете, не то чтобы это какой-то ноу-хау, там, подклеивать тишью, но она дает наполнение, во-первых, да, снизу, плюс она дает эффект, эффект натикания, да, опять же, соединяет композицию с коробкой. Вот и все. Эффект, да ладно. Вау! Эффект, да ладно. Что, ну если есть эффект вау, то должен быть эффект, да ладно. Или эффект вау, то нужно делать нарядненько. Нарядненько. А раньше это было прям вау, леди в шубе, значит зажиточно, значит хорошо живут, да, вот как бы. Все, тут такая же история. Сегодня вот носят композиции, пачки эти из тишью, а завтра перестанут. Вот и все, что об этом рассуждать, да, там вот это вот, типа перетирать вот эту вот бесполезность вату вот эту. Вот типа, ой-ой-ой, коммерция, коммерция. Пока людям нравится, будем делать. Когда была гофра, мы в гофру упаковали, и ничего. И ничего, живы до сих пор, все хорошо. Вот сейчас вот по-другому. Что-то коротковатый я сделал, надо было пообъемнее, да? Или нормальный. Ладно, а я сделаю углами. Так вот, в принципе, углами тоже можно это делать, да, вот так вот. Тяп-ляп, тяп-ляп, такие раз, приклеили. У вас там пленочка осталась сверху, то есть мы не к коробке клеим, да, а к пленочке, которая вот чуть выше уазиса осталась, чтобы уазис не протекал. Вот, и к этому бортику пленки подклеиваем. Клеиваем. Вот и все, друзья, композиция наша готова. Будьте любезны, встречайте композиция в коробке, в шляпной. У меня один раз спросил этот покупатель, я говорю, вам в шляпной коробке композицию сделать? Он такой, а шляпная это значит, ну типа от слова шляпа, значит это какая-то херня. Короче, смешная история, да? Ладно. Не получается у меня рассказывать истории смешно. Ну, короче, такой вот это забавный покупатель был. Вот, готова наша композиция. Жмякайте, пожалуйста, на пальчики вверх. Поддерживайте, пожалуйста, мой YouTube канал. Я вам за это буду очень признателен. Не то, что буду, я вообще, в принципе, вам за это признателен в реальном времени здесь и сейчас. Вот. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Все, всем пока-пока. Обнял, поднял, покружил, на место поставил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok